Вы что ко мне физическую силу применяете? Я вам не принимаю Вы зачем это делаете? Вы смотрите, что вы делаете Настоятельно вас убеждают Настоятельно вас убеждают Вы что делаете? Вы что делаете? Вы посмотрите, вы что делаете? Здравствуйте А можно пару вопросов задать? Товарищ Никитин Может все-таки дадите нам пару комментариев? А? Вы же недавно признали чистосердечно А сейчас дальше продолжайте Ваш беспредел Здравствуйте Мы рады вас видеть Мы очень-очень рады Люди только участвующие Абсолютно верно, я в качестве свидетеля приглашен Так что все хорошо Еще какая правда А ей об этом вообще неизвестно Она меня не приглашала Меня приглашала другая сторона Поэтому Ань Да, у вас приглашала другая сторона? Вот я А по лесточку можно? Ну, к сожалению Я сказал самим Обеспечить явку Это неправда Это неправда Принято судья Хорошо, я сейчас уточню Да, конечно, конечно Конечно, мы только за Что вы новую уточните Товарищ Никитин Скажите, пожалуйста Я не буду, ну что Ну дайте комментарии Я вас умоляю Так, выйдите, пожалуйста Пока туда А, хорошо Все Чтобы не пипикало Вы не соблюдаете социальную дистанцию Полтора метра, да? А у вас рулетка есть? У вас рулетка есть, скажите? Да я просто Я вроде полтора метра здесь есть Пока с камерой, пожалуйста Выйдите Куда? Куда мне выйти, скажите? Куда? На дверь На дверь Вот здесь? Сейчас судья разберемся Да там холодно Вы что, я здесь хочу постоять? Сейчас разберемся Вы участник процесса или нет? Хорошо Я здесь постою Выйдите, пожалуйста Я вот тут вот постою Не нахуй Вот здесь не Ну как? Вы так меня нахуй Как собаку, что ли, выгоните? Я уже с вами знаком Отлично Я здесь постою пока У меня есть вопросы Вот к этому человеку Он просто стесняется ответить на них Вопросы все на улице Вы уточните, пожалуйста Я же не проникну никуда Никитин, вы недавно признались В том, что вами манипулируют Зачем вы дальше продолжаете, скажите? А, Никитин? Так, извините, пожалуйста Вы свидетель со стороны ИСЦА Со стороны ответчика Ответчика Да, все верно Вы понимаете, в чем проблема? У нас сейчас назначено предварительное судебное заседание Допрос судебный идет в судебном заседании Когда дело рассматривается по существу Я понял Ну, ответчик обеспечил мою явку Если вдруг понадобится, я здесь Ну, просто вас не могут допросить в принципе Кто сейчас предварительный Как же вас, извините, пожалуйста А, да, это уже было Я звонила, как представитель Уточняла это Да, мы по телефону уточняли Можно ли приводить свидетелей Которых мы заявляли ИСТЕЦ на месте? ИСТЕЦ вот так что зашел Если мы сейчас перейдем Из предварительного в судебный Ну, потому что Я здесь стою Я поэтому сразу Я присяду Я же могу пройти, правильно? Я же приглашен Не, подождите, вам не распоряжаться здесь Я, получается, приглашен Со стороны ответчика У меня есть, значит, паспорт Я готов его предоставить Чтобы ожидать Я же не в зале судебного заседания Я Сейчас вообще нельзя Почему? Пока что вы не являетесь участником процесса Когда мы перейдем в судебный заседание Ну, мне что делать? Мне на улице? А мне на улице ожидать? К сожалению, сейчас из-за Этимологической обстановки Но представьте, там холодно Я замерзну Да зато коронавирусом не заболеете Да я лучше заболею, но не замерзну Так что я здесь ожидаю Вы ожидаете на улице? Я не могу на улице ожидать Я заболею, замерзну Вы никто поделал пока еще Подождите, как никто? Вы пока еще поделал никто Если будет сказано Так я в суд не прохожу на судебном заседании Суд нельзя вообще проходить Все, я не прохожу Я зашел в фойе Выходите, пожалуйста Скажите, пожалуйста Я не имею права здесь находиться? Вот тут стоять не имею права? Реально? Ну, он даже до рамки Я до рамки даже не дошел Вы что? Большая разница Я могу здесь погреться У меня нету возможности где-то погреться Дайте, пожалуйста, такую возможность Вы же государственные служащие Вы что? Давайте не будем мы истерить, как в прошлый раз Все нормально Вы хорошо, достойно Потом себя дальше повели Давайте мы продолжим эту линию поведения Таким же образом Как вы вот в конце все-таки себя обелили Может, вы себя не так повели? Да как? Ну, вот скажите Я разве был не прав? Это что, плохо, что ли, или что? Выходите, пожалуйста Да я здесь хочу постоять, подождать Да я не хочу, я даже до улицы стоять Я ничего не нарушаю тем самым, вы поймите Не нарушайте Что? Только участники процесса Так я на суд не иду Я здесь, стоять В суде Я больше на суд Даже в Воронежской области В Верхнем ОМОНе Я сам не спорю Не буду, выходите, пожалуйста Я находился Нельзя было на процесс пройти Но я находился в фойе Потому что там было тепло Так я почему здесь не могу находиться? Когда был, не было вируса Вирус был, пандемия была Вторая такая же волна Это было недавно Сейчас Скажите, пожалуйста Председатель высшил указ Так, я на суд не иду Я не вхожу никуда Выходите, мой человек Вы слышите или нет? Я здесь что-то нарушаю, скажите мне честно Что? В суд заходит Только участники процесса Так я не захожу никакой в суд Вы в суд уже зашли Здание суда, в фойе зашли Походите, давайте Давайте вот здесь буду стоять тогда Я не буду стоять на улице Выходите, пожалуйста Вот тут я буду стоять Здесь нельзя стоять Почему? Здесь лампа облучает Выключите ее Да зачем я буду выключать? Так я на себя беру эту ответственность Я здесь туда поставил Вот тут что лампа облучает? Ну стойте Все Ишь какой? Зачем вы себя так ведете? Я никуда не захожу Открыл, всего лишь дверь Не надо здесь Вы уже зашли Здесь уже зашли Ну зачем вы себя так ведете? Скажите, пожалуйста Вы себя просто так ведете Я так себя не веду Но сидите спокойно Я бы сел бы на лавочке Присел бы и все было бы хорошо Понимаете, ситуация другая Какая другая? Чем она отличается От предыдущей, скажите? Венчу, выходите сюда Да я здесь постою Я же сказал, здесь буду стоять Там холодно Выходите, я вам покажу Что покажете? Подписано А вы мне прочитайте Вы меня сейчас не запустите Я выйду, а вы меня не запустите Я ваша хитрость понял Я не такой, как вы Да, хорошо Я, а, подождите Я другой какой-то Не такой, как вы Я плохой? Вы хотите сказать, что я плохой? Вы не держите свое слово Какое? Так, подождите Так, здесь уточните Я какое слово вам обещал? Дал какое-то слово? Все было А вы перевернули Все по-другому А что, подождите Что я перевернул? Какое слово я дал? Подождите, скажите Все выложено в интернет А я что, обещал, что не выложу? Не то, что не выложите А повелись мне это Почему? Подождите Стойте Как я себя не так повел? Как я себя не так повел? Я себя повел достойно И вы себя в конце повели достойно Вначале, да У вас был косяк Но ничего мы не смонтировали Пожалуйста, ну вот здесь вот висит, правда. Да я понимаю, что она висит. Потому что у нас большинство судей находится... Видите, вот вы абсолютно спокойно нормально все рассказываете. Видите, соответственно, с приказом председателя сюда. Доступ литин, являющийся участником процесса. Знаете, что им запрещен. Я пока не лицо участник, являющийся. Понял. Ну в фойе-то я могу здесь поставить, чтобы не замерзнуть? Ветер же дует. А она меня не облучает. Видите, она закрыта. Я на себя беру эти риски. Ну смотрите. Да, так что все нормально. Просто вы абсолютно адекватно, спокойно подошли. Спасибо вам большое. Так, вот стою здесь. Такое вот отношение у нас. К людям приставам здесь вот такая лампа. Вы заметьте, я пытался всячески сгладить конфликт, но он как-то вот не сглаживается. Ну та сторона просто не хочет. А девушка, секретарь сюда, молодец. Новый сотрудник. Я абсолютно правильно себя достойно видел. Как попросили ожидать здесь? Так не пойдет. У вас все включено. Что значит включено? Вы камеру включили. Что дальше? Это что, плохо или что? Выходите. Подождите, это что, плохо что ли? Плохо. Почему? Вы находитесь в суде, уже в суд зашли. Вы начинаете уже снимать. Вам никто не разрешал. Так, подождите, а вы в курсе, что где нельзя запрещать? Вы руки не применяйте ко мне физическую силу. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, где нельзя? Вы в курсе, что ли? Почему нельзя осуществлять видеосъемку? Я нахожусь в фойе. Надо разрешение спросить. Подождите. Я нахожусь в фойе. Выходите. Вы не участвуете процесса. Так я в какой причастности процесса? Я в фойе нахожусь. Выходите. Вы что ко мне применяете физическую силу? Вы что? Вы зачем это делаете? Вы смотрите, что вы делаете. Ох, блин. Вы смотрите, что вы делаете. Вы что делаете? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы зачем это делаете? Потому что вы неправильно себя ведете. Это как? Вы что? Зачем это делаете? Это неправильно вы себя ведете абсолютно. Противозаконно. Вы начинаете снимать. Не надо доводить до греха. Не делайте этого. Я вас убеждаю. Вы начинаете сами провоцировать. Настоятельно вас убеждаю. Настоятельно вас убеждаю. Вы что делаете? Вы что делаете? Вы посмотрите, вы что делаете? да хватит уже начнем сад реально все выключает детский сад выключаем это детский сад да я здесь поставит учет нет это неадекватно ведешь понимаешь это вы начинаете все ты неадекватно себя ведешь вы а не ты вот я объясню почему ты выключай что делаешь убери руку руки уберет камеры руку убери чего-то за хамление такое не понял все выходим ты че делаешь вот ты посмотри вот таких у нас служителей закона это ну у меня на прошло только один мат я просто в шоке у меня пальцы выворачивал но неадекватно себя вел за это ты понесешь наказание да он вы тоже возмущены да да вот такие даже даже простые люди говорят о том что нельзя так все вести ну ничего ты ответишь за свой поступок закрыто смотрите звоню в дежурную часть оставить заявление здравствуйте серов вадим юрьевич беспокоит общественное движение дорожный контроль хотели бы вызвать сюда на место участкового для того что принял заявление ко мне незаконно применял физическую силу судебный пристав значит в районном суде советская 5 серов вадим юрьевич да 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 все верно да все верно ну сейчас я на ухожусь на улице да 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 прям рядом со входом я здесь я здесь ожидаю все верно да все верно спасибо у меня теперь лично к вам теперь вопрос значит как ваша фамилия мелочь что представьтесь петли на долю василич вы понимаете что вы совершили противоправное действие в отношении меня я совершил так вот смотрите сюда я совершил это какое так я как обра но если я совершил меня привлекли бы к ответственности послушайте я себя совершил вы на меня составили бы материал я никаких правонарушений совершал понимаете я сейчас вам зашел сюда для того чтобы уточнить ваши фамилии и отчество вы представились больше мне от вас ничего не нужно следующий момент я вызвал сотрудников полиции да значит дабы они приняли заявление вас опросили и вы были привлечены корректности понятно так скажите что я нарушил чтобы я по ним понимал и почему не привлечен до сих пор что каким методом то есть это наказание такое это наказание такое не пойму ты судья я стоял файле никому не мешал а тебе это не нравится я никогда не хамлю а вот таким как ты можно похамить и не только неадекватный интересно стоило на того вообще я все равно здесь нахожусь я ничего тем самым не нарушая он там сидит бедно обиженный явно не в себе человек жизни никогда если не позволяю хамить но эта ситуация конечно просто будоражит меня это я себя максимально сдерживал потому что это вообще из ряда вон выходящий поступок со стороны пристава негоже так себя вести сейчас уже с процесса выйдут алексей филимонов никитин юристы будет открытый дверь открытая все как полагается допустим здесь открыта дверь будет что 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 случилось создание отапливается здание да что это значит зачем дверь открыли так что это не пойму дезинфекция у вас здесь там в ваших мозгов дезинфекции идет нет ваших никоза зачем вы закрываете скажите но я тогда здесь 1 2 нельзя открывать а здесь на поставим можно да а скажите пожалуйста вот сейчас мне можно стоять а до этого у меня вы проводили отсюда физически так вы скажите мне можно зачем тогда этого говорили скажите пожалуйста так вы сейчас мне разрешили здесь стоять только что вот у меня вопрос да нет не за разрешили остаются где начинает высоту снимаете подожди да как причем здесь судья скажите пожалуйста если я здесь стою вы разрешили так почему вы меня вы проваживали отсюда снимать уже начали в чем проблема я и снимал до этого и сейчас снимаю в чем проблема садю не вы уже определись вы любку моему либо красивым вы зайдите на свое рабочее место выйдите да вы мне разрешили я уже сидим за и думу не так не получится а я передумал вас и сейчас заходить почему нельзя вы не только что разрешили вы мне только что разрешили знаете вы когда молчите вы кажетесь умнее верх неадекватности вообще хоть солнышко выглянуло теперь можно и на улице поставить а то здесь было прохладненько прям на солнышке сейчас хорошо будет супер мы все-таки можем с вами пообщаться никитин куда вы сразу так убежали скоропостижно вам есть что скрывать никитин ему похоже есть что скрывать у меня тут был трэш ко мне с из пристав применял физическую силу мы чуть ли не подрались реально но я вообще никакого это он мне там и руки чуть не это это вообще будет адекватный алексей расскажите пожалуйста вообще по какому поводу мы здесь сегодня собрались повод очень нестандартный если объяснить коротко то гражданин никитин александр александрович работая в течение восемнадцать девятнадцатого года у меня в качестве водителя логиста сначала я управлял полностью обществом в девятнадцатом году как-то решил найти какой-то самостоятельный путь начал выдвигать самостоятельные требования за общество которое я финансировал который управлял не получил этих денег я вижу что он начал пытаться ввести в заблуждение суды различные районные областные арбитражные правоохранительные органы и вот здесь конкретно мы находимся в рамонском районном суде потому что я прописан районном поселке в рамон никитин александр александрович работая последние три года водителем как он ранее это понимаю пояснял у вас видеороликах зарплаты 50 70 тысяч рублей где надо прокормиться где надо обеспечить наверное одеться водителем занял мне оказывается 17 миллионов рублей и пытается теперь с меня их забрать самый богатый дальнобойщик россии да этот ролик да был у вас и вот мы теперь целый год жалко что с его заявлений и сотрудников полиции оперов розыск отнимают это время теперь суды работают во благо господина никитина как бы пытаться я думаю у них это правда на чистые воды мы все-таки выведем и он уже объективно сказал что никаких да да он сам признался видео ко мне нет я ничего не должен но и сам подтвердил это буду всем наверно мы увидим что это кто конкретно за это конкретно стоит он же сказал у нас белый колодец спортивный комплекс где раньше работал завод жбк это понятные люди имя владислава владимировича кузьмина он назвал я думаю в будущем может владислав владимирович этот по этому поводу что-то скажет да скажет но владислав владимирович мы скоро придем к вам но мне очень самое главное жалко время судей время полиции но вот уточнение такое вот здесь конкретно какой низко в отношении вас в этот ответчик никитин с меня пытается взыскать 17 он мне занимал до двадцатого года на постройку дома самое главное которое построил 16 зеленки документы все есть позиция такая заявление написано имея дружеские отношения доверительные с филимоновым я занимал ему денег для строительства дома в рамоне до двадцатого года а дом мы построили в пятнадцатом в шестнадцатом зарегистрировали этот дом мы живем уже шестнадцатого года как так четыре года машина времени куда-то прошло ну здесь это наверно самое интересное самый высокий иск также он хочет в городе там у нас имущество определенное по иметь гражданин никитин этот я думаю и полиции и судам тоже надоест вот этот цирк и вы видите он сам приходит он сам самостоятельно слова можно сказать если бы ему не было так скажем ничего было скрывать он бы абсолютно нормально открыто говорил спокойно отвечал бы на вопросы не натягивал бы капюшон значит ну соответственно смогли бы конструктивно с ним пообщаться но так как он признался фактически в преступлении значит ну мы имеем признаки мошеннических действий конечно он сейчас будет всячески пытаться уйти от ответа на любой вопрос да его настраивают он уходит после нашей случайной встречи вместе с вами да хотя он уже был готов к мирному соглашению я даже больше хочу сказать да ровно год назад в августе месяце первые заявления его пошли его позиция была я никто я ничего никакие почему-то иски он не подавал это не получилось а именно в двадцатом году пошли какие-то иски с попытками отнять имущество которые как ранее он говорил он не покупал он не приобретал он просто расписывался по просьбе филимонова очень интересно но на какую дату сейчас принесем перенесено рассмотрение этого дела сегодня у нас была назначена экспертиза почерковеческая то есть отбирали у него подпись отбирали подпись и это стандартная уже процедура никитин у нас есть образцы 8 уже 8 мы сбились образцов подписи его и я думаю его наставники и сопровождающие учит это мы не обратили внимание но в результатах экспертизы увидим и даже вам для сравнения дадим я думаю это можно будет показать 8 различных подписей в течение 6 месяцев я думаю не просто так человек берет и меняет подпись свое чтобы старые документы старые документы не принадлежали ему он сейчас в этом свежие подписи делает совсем другие хитрит назовем заседание будет я думаю в декабре и судья очень оптимистично срочно до декабря до нового года хочет это рассмотреть потому что очень долго это все из-за пандемии так далее после результатов когда будет результат экспертизы автоматически пригласит назначить заседание и самое главное как мы ранее говорили будет приглашены выводим в качестве свидетеля который мне есть что сказать да я однозначно всю правду матку как говорится там и вывалю вот так в двух словах все вот так мы пытаемся отбивать честность и отставить свое честное имя все хорошо спасибо большое а